16-летняя Люба за свою короткую жизнь так и не почувствовала родительской любви. Мама девочки трудилась на нескольких работах. Дом, хозяйство, трое детей. Вся забота была на женщине. Отец – тиран. Дочь ненавидел только за то, что она девочка. Признавал лишь сыновей. У него были подозрения относительно того, что дочь не его. Но жена провела экспертизу ДНК, доказала. А ведь такой дочерю надо было гордиться, а не попрекать куском колбасы и закатывать скандал из-за того, что ребенок, например, съел конфету у брата. Она стремилась, она была очень амбициозной девочкой. Она хорошо училась, была отличницей. Она занималась спортом, обучалась в детском классе. Она хотела поступить в высшее военное училище. То есть хотела продолжить службу, осуществить какую-то военную карьеру. Зарабатывала сама, потому что приближался выпускной. И хотела себе заработать на плате. Любовь пропала в безвести 7 мая 2004 года. К поискам дочери подключился папа. Даже в Москву для этого поехал. Из Москвы направлял сообщение о том, что надо работать проституткой. В том числе рисовал схемы, где она на Тверской может стоять. То есть всячески пытался запутать и своих родственников, и органы правопорядка. Спустя 11,5 лет брат Любы, прибираясь в сарае, разгребая многолетний хлам в овощной яме, наткнулся на череп. Нанес побои своему отцу, потому что сам понимал тоже и предполагал, что отец причастен к смерти дочери. И дочь лежала более 11 лет в этой яме. Рядом с ними они все жили в этом доме. 60-летний отец семейства работал часовым мастером, из-за чего берег свои руки. А еще гордился тем, что он каратист, рукой ломает доски. Таким одним ударом ребром ладони в шею папа убил собственную дочь. В начале следствия мужчина написал явку с повинной. Позднее начал придумывать разные версии происходящего. Даже обвинял свою умершую супругу. Останки девочки нашли 14 ноября. 20 ноября мама Любы умерла. Вдовец заявил, что онкологическое заболевание это наказание жене за убийство дочери. Индустриальный районный суд города Перми под председательством Сергея Замышляева вынес приговор. Приговор вынесен, но пока не вступил в законную силу. Лариса Колчанова, Алексей Немкинов, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова